Авафей! Сегодня мы слушаем новый альбом группы TXT, Tamaru by Together с названием The Name Chapter Temptation Искушение. Это получается их уже очередная глава. Короче, у них, как тут мне написали, есть 5 глав. Получается была глава мечты, где были первые мини альбомы, альбомы и второй мини альбом. Потом некоторые мини альбомы, это эпизод между главами, начинается веселье, потом некая глава хаоса, потом некий, опять же, мини альбом. А, мини альбом. А, я понял. У них как по сериям. Серия, потом дополнение к серии, потом серия, дополнение к серии. И это получается 5 мини альбом. Искушение. Мы делали реакцию на их трек Sugar Rush Ride Trip в сахарной лихорадке. Вот так переводится. А, непонятно. Часть треков мы слушали на стриме. Такой же, такой, как первый, Devil by the Window. И, короче, у меня есть полная история этого мини альбомчика, который мы в конце будем разбирать. Почитаем вообще, как сказать, историю комплексно, оценим. Но пока что мы полетим смотреть чисто одни видосики. Упс, не туда нажал. Сори. Вот. Но перед просмотром, ссылай с тебя лайк, подписочка, чтобы мы быстрее росли и нас увидело как можно больше людей. Вот теперь, нажимая нужную кнопочку, отодвигаюсь и мы начинаем знакомиться с некоторым дьяволом в окне. Этот трек мы уже слышали на стриме. Там, по-моему, был live выступление. Это будет чисто трек с текстом. А сейчас все сделаю. Полетели. Да, он уже звучит не как было вживую. Тут он такой прям тынц-тынц-тынц. Полутанцевальный какой-то. Я мельком почитал вообще о чем альбом. Да, там все-таки история про Питер Пена и есть различные отсылочки на как-то параллели. В клипе они были визуальные, а в тексте они как-то будут, видимо, относиться или как-то завуалированно или как-то еще каким-то образом. Ну, короче. Вот. А теперь да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такое, я не знаю, воздушное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я не помню. Я, возможно, говорил это на стриме, что я в этом треке прям вижу Билли Айлиш. Вот есть некоторые или похожие звучания, или какая-то бочка прямая она вот туда отдает. Как-то вот это вот именно припев это вот Билли Айлиш. Очень похоже. Либо у меня что-то с башкой не там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Минималистичный трек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего он там говорил? Живи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дьявол прошептал у окна. Живи в своих грезах. Мечтай спокойной ночи. Я Петропена вообще не смотрел. Я толком не знаю, что там происходило. Но, возможно, как-то эта строчка относится к Петропену. Да? Я не знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот там тоже люди не знают. Ну, видимо... Ну, опять же, есть информация. Потом будем разбираться. Но какая-то вот такая нотка, история в этом все-таки есть. Все-таки вот искушение. Там было про искушение уже говорили. Живи в своих грезах. Мечтай спокойной ночи. Очень так да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классная часть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут, походу, тот самый дьявол. Это и есть как олицетворение... Точнее, искушение, это и есть... Нет. Дьявол-то есть олицетворение и искушение. Во. Он как будто бы заигрывает с тобой. Мечтай спокойной ночи. Живи в своих грезах. Есть такая, возможно, параллель с демоном Перекрестка, где, типа, ты продаешь свою душу в обмен на любое желание. Но... Вряд ли тут такая будет параллель. Непонятно. Непонятно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Тут прям поменялось все. И настроение, и музыка, и подача. Видимо, кто-то поддался этому искушению, и что-то с ним произошло. И, наверное, музыкально это все прям подчеркивается. Если да, то это очень грамотный ход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такие сенты прикольные, как будто радио настраивают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Совсем другая песня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как будто в итоге он проснулся. А Петер Пен же летал, да? О-о-о. А может тут было про Петер Пена? Как он там? Не смотрел. Не смотрел? Я тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я буду лететь невесомо без проблем в этой ночи. В этой ночи он прошептал, живи в своих грезах и мечтай. Кто? А, ну он, демон. Дьявол. В окне. А-а-а. Так, ладно. Надеюсь, после прочтения вселенной станет более понятно, что вообще к чему. Та самая... Тот самый трип сахарной лихорадкой, который уже есть на канале, мы ее послушаем еще раз уже с переводом. Вдруг будет что-то понятно. Спойлер. Нет! СПОИЛЛЕР я выскою улыбка полетели так там опять было про демон говорил демон говорит видимо по моему насколько я помню в петер-пене не было никакого демона или плыл да я не помню чтобы был намек на это сказка какой там демон может быть или если демон то есть искушение тогда это меняет вообще все тогда становится более понятно почему теперь это сахарный трип лихорадка почему был демон все мечтай значит надо демона забывать это просто обыгрывание было ли в петер-пене какое-то искушение хрен его знает ну ладно а а а Продолжение следует... 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 Пальто и духи от Гуччи В контексте Петер Пена Вообще звучит очень странно Окей Флоу прикольный Коперам Куда же без этого Текст прикольно написан Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Был аниме А это был бы саундтрек к этому аниме То в таких типичных подростковых повседневных аниме Есть одна серия Где они уезжают на пляж отдыхать И вот этот трек это именно оно Такой спин-офф Ответвление Параллельно идет какой-то сюжет Где они чисто чили Музыкально да Очень соответствует песне Ну тексту На старению Такой Вот я такое люблю Это вплыви Затает Сто процентов Ну и читка Кой Лирей Ну Тетя на флексе Максимально Там эти вот Гучи Там свои роллы На корейское время Переведу Ну Конечно Немножечко Выбивается Из общей колеи И ее Партия Ну да ладно Не будем Это вот Это да О Так У нас Некий Тинитус Wanna be a rock Эм Ну Допустим Да Да , да Ну Я Я Я Я Сим Я Я Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Он такой прям тебе туда, вверх-вниз, вверх-вниз, по настроению. Ну вот партия Тахёна делает, он прям, вот он, и да, и хорошо. Такая легкая драма в голосе присутствует, вот такой вот прям эмоциональненько. Данил 향해 저 손녀, it's time to fall, it's time, never let my love, 이젠 안녕, and I'm free falling, 별들아 모두, 편히 차렴, till I feel all of it, no matter where I go, here in the home, 두려워도, 난 더 아래로, never let my love, Falling, falling Falling, falling You'll never let my love ну вот этот трек пока что как по мне из всех пяти он самый красивый самый такой прям с грустинкой то есть мы начали с ней кого типа как интро это вот вызывание демона дьявола в окне загадывание некоторых желаний потом был тот сахарный трип максимально веселый и тут вот такая эти вот третий и четвертый дрэк они как будто ненужные ну как-то не вот выбиваются из настроения вообще вот он такой вот про лень про лень какую-то говорят такую все вот до беззаботность какая-то присутствует между весельем и грустью от того что они прощаются с новорлендом все вот выкинуть короче как по мне если добавлю первую второй и вот этот пятый трек все те два они кира прикольные но ну хотя третий трек мне тоже понравился видимо все кроме четвертого до грустинка присутствует это гитара она прям такое вот настроение выдает сразу сейчас ты будешь страдать сейчас тебе будет плохо ладненько пойдем короче по вселенной что у меня здесь есть первый трек дьявол у окна трек о том что будучи молодым ты хочешь достичь многих целей но тебе у тебя искушают всякие радости и свободы и ты отвлекаешься на них от своих целей ну то это же за конечно дьявол у окна выбран как метафора для искушений для который обещает тебе радость и развлечения именно такую метафору выбрали потому что тести тут а в роли в энди из петер пена кто такая в энди видимо видимо его пассия так понимаю вот вот та самая любовная романтическая линия которая была где-то в роли в энд так которую у окна соблазнили довериться и улететь в обещанную нетландию где можно быть вечно молодым вечно пьяным это я добавил и жизнь беззаботной жизнью вот нетландия neverland небывальщина небыль анти нигде я сторона нет нет и не будет или остров не бывал это нереальное место в котором происходит действие произведений джеймса барри о питер пенни основаны основанных на них работу все таки я отчасти был прав ну это в принципе там ничего мне не объясняет все равно от того что происходило науки искушения ну допустим такая они отправились в этот в новый land где они просто ничего не делали типа ну судя по третьему и четвертому треку они там просто не тусили и все попали повеселились потусили и давай прощаться ну допустим окей ладно пойдем дальше трип сахарной лихорадки тексти подаются соблазн дьявола у окна и попадают в нетландию пейзажи в клипе напоминают пейзажи нетландии из петер пена ну это этим надо было смотреть за мультик фильм чтобы понимать какие именно там пейзажи на на мембрах появляются блестки они символизируют по лицу как в петер пенни но тут нужны видимо кадры из клипа обсыпавшись которые персонажа могут летать окей тексти под кайфом как сахарной лихорадки но со временем понимают что их обманули и чем больше сладкого тем больше его хочется тоже зависимость в принципе в клипе показано что они слышат оглушительный звон будто тинитус а четвертый трек и решают покинуть это чудесное место и вернуться к реальности это показано в клипе а в конце клипа но по трекам и альбома это произойдет позже вот как сейчас клип обретает совсем другой другой смысл и и теперь надо будет пересматривать под таким углом окей это будет уже интересно дальше счастливые дураки это тексты находятся в нотландии почему в нотландии на варленде разучит поприятней где они забыли о своих целях и реальности и наслаждаются беспечностью то все что я говорил чисто начали на расслабоне а это все происходит далее тинитус тинитус звон или шум в ушах без внешнего акустического стимула что это вообще как тексте будто слышат звон словно тинитус они понимают теперь что беспечность ни к чему не приведет же за звон в ушах будто будто напоминание о своих мечтах и желаниях которые не достичь ничего не делая и веселясь звон в ушах является аллегорией где день день тинкербелл из петер пена фея феечки привет которая всегда спешила на помощь петер пену а ее голос звучал как звон который не могли слышать обычные дети я вот нихера не понимаю по вселенной петер пена я вот просто видимо что-то интересное что опять же ничего не объясняет и прощай на вот новый land это текст и прощаются с возлюбленной ими возлюбленным новерлендом короче и по и падают в кавычках в реальность так как поняли что это все нереально поют именно падают и в свободном падении потому что по историям с петер пеном нужно было взлететь чтобы попасть в новерленд теперь они отпустили выдуманный мир и падают обратно короче я не знаю как именно эта глава связана с остальными но я так понимаю что именно эта глава это чистая история про петер пена и ничего более потому что вспоминаю предыдущие их треки то же самое good boy gone bad и там вообще не было намека про петер пена видимо какая-то каждая глава она принципе глава мечты глава хаоса глава имени да не видимо как-то возможно не все в одной вселенной что скорее все так оно и есть и тут мини альбомы и мини-эри мини эпизоды как такая переходящий дверка в новую главу скажем так ой ну не знаю в целом как это как в контексте вселенной звучит ну интересно местами местами очень интересно вот пятый трек это прям балл не очень понравилось в целом до альбом хорошим но третий четвертый трек ну блин ну зачем можно было сделать три песни ладно для контекста вселенной видимо так надо было сделать поэтому тут претензий нет для галочки может быть вот вот так вот такая была реакция спасибо нашим ангу за информацию чатику бустером комментатором всем большое большое спасибо а я ваш сенсей обнял приподнял любители сказки питера пена тексте дьяволов у окна трипы сахарной лихорадки и короче да прощайте neverland